Мы поедем по улице Назарбаева, сейчас выехали на улице Назарбаева, и до Абая поедем, и потом по Абая до торгового центра Март. Посмотрите ночной Костанай, я расскажу вам историю, когда я сюда приехал, чем этот город мне нравится. Вы тоже расскажите свою историю, будет интересно. С двух сторон это у нас микрорайоны, слева от нас это микрорайон юбилейный, а справа микрорайон Алтынарма. В город Костанай я в первый раз приехал в 2017 году, переехал сюда, женился в Алма-Ате и переехал сюда. Полгода работал на пилораме, очень тяжелая работа была, за 60 тысяч тенге рисковал жизнью, как говорится. Потом я открыл свое дело, устал работать на дядю, начал заниматься ролл-шторами. Дело хорошо пошло, и через полгода я купил свою первую машину. Это Audi B4 Universal B94 года, для работы я купил именно Universal, чтобы внутри возить товар, чтобы она не промокла. Вот так вот, в общем. И вот с тех пор я помешан на универсалах, я 4 года на нем поездил, продал потом. Хотел обратно купить через полгода, не получилось. Купил другой универсал, Audi, такой же объем, только цвет и диски другие. А так, та же машина. Слева от нас ледовый дворец, дворец молодежи, Раста-Сарая. Справа сейчас будет Кустамай-Плаза. Из красного кирпича. Торговый дом из красного кирпича. Сейчас заеду на парковку, постараюсь показать примерно, как он выглядит. Вот он. Кустамай-Плаза. Огромный. Для Кустамая очень хорошо. Размер для Кустамая в самый раз одним словом. Сейчас с парковки я покажу вам общий вид на этот торговый центр. Здесь есть термопарк, где около 20 или 30 разных разновидностей бани, одним словом. И изюминка в том, что есть бассейн под открытым небом, который работает круглый год, 365 дней в году. Таких вроде аналогов нету в Кустамая. А, в Казахстане. Вот этот торговый дом. Вот можете посмотреть. Термопарк где-то 1800 стоит, если я не ошибаюсь. Последний раз я был на Новый год здесь. В этот город я возвращаюсь третий раз. То есть, в 2018 году мы два года прожили здесь. Потом во время пандемии застряли в городе Тарас на 8 месяцев. Потом уехали оттуда. Обратно приехали в Кустанай. И еще два года здесь прожили. Дочка здесь родилась. Потом мы обратно в Тарас. Год и три месяца в Тарасе пожили. Потом оттуда переехали в Астану. Пожили год там. И вот недавно, месяц назад, буквально, мы переехали сюда. В этот город. Сейчас, секундочку, я кое-что исправлю. Все, едем дальше. Сейчас выезжаем на улицу Назарбаева обратно. Поедем до улицы Абая. И уже по Абая проедемся немного. Абая, Назарбаева, Байма Гамбетова и Каербекова. Пяти. Главные улицы в городе Кустанай. Артерия города Кустанай. Можно сказать. Вы тоже можете рассказать о своих впечатлениях. О городе Кустанай. Что думаете? Были ли здесь вообще когда-то? Чем нравится? И все такое. Мне здесь очень комфортно. Я в этот город каждый раз возвращаюсь. Как блудный сын. Но вместо грехов у меня долги. Когда я в восемнадцатом году сюда переехал. У меня были долги. Я вот начал свое дело. Все такое. Быстро все эти долги раскидал. Купил машину. Все четко. Потом уехал на год. Во время пандемии. Обратно приехал после пандемии. Тоже небольшие долги скопились. Приехал. Замечите эти долги раскидал. При том, что жена в реанимации лежала месяц. Беременна на седьмом месяце. Мы как раз выехали 25 мая, когда по Казахстану границы открыли по городу. Когда можно было уже ездить по городам. 25 мая открыли границу. И мы все. Выехали. Жена на седьмом месяце беременности. Мы приехали сюда. Где-то подхватили этот коронавирус. И сразу заболели. Заболели. Но я на ногах все вынес. Жена почти месяц в реанимации лежала. На седьмом месяце беременности. Но, слава Богу, выкарабкались. Дочка родилась. Абсолютно здоровая. Никак болезнь не повлияла, как говорится. Слава Богу. Поэтому с Костанаем у меня очень теплые воспоминания. Машина здесь купил. Своё дело здесь начал. Дочка здесь родилась. Вот такие моменты. Долги здесь почему-то раскидываю. Костанай. Хотя город маленький. Но по сравнению, например, с той же Астаной. Заработок ничем не уступает, я скажу вам. Всё так же дорого. И такси дорого. И квартиры дорогие. И продукты. Хлеб самый дорогой, я бы сказал, по Казахстану. Хотя это тоже. Костанай считается автоматом. Пшеничная столица тоже. Самое большее количество пшеницы производится именно в Костанайе. Здесь люди как-то ценят труд, что ли. Я вот хотел бы в Костанай немного сравнить с Астаной. Я до сих пор занимаюсь ролдшторами. Это мой основной вид деятельности. И в Астане за год было очень много ложных вызовов. Люди вызывают тебя с другого конца города. Ты едешь 15-20 километров по этим пробкам. Иногда час уходит, чтобы добраться до клиента. А клиенту делать нечего, он сидит дома или она. Вызывают несколько фирм одновременно. Говорят, всё это должно быть бесплатно. И устраивают аукцион. И вот так иногда за день до трёх раз. Минимум два раза бывает. То есть 5-7 замеров делаешь из них. Два-три заказа вот такие ложные. Представляете? Хотя это столица. Но там много приезжих наших. Южан там много. Как бы больно это не звучало, но они в основном так делают. То есть сидят, делать нечего. И вызывают вот так. Несколько фирм. За день могут 5-6 фирм вызвать и сидеть, сравнивать. Им наплевать, что ты тратишь время. Что ты тратишь средства, бензин и всё такое. А в Костанае, за 4 года работы в Костанае ни разу такого не было. От слова вообще. Понимаете? Вообще не было такого. То есть... Приезжаешь на адрес, конкретно уже тебя вызывают на замер. Здравствуйте, я хочу заказать. И всё. Приезжаешь, всё. Хотя здесь тоже есть другие фирмы. Но люди здесь другие. Вроде 700 километров разница с Астаной, да. Но люди здесь совсем другие. Культурные, сдержанные, терпеливые. Ценят чужой труд, время ценят. Они понимают, что нет ничего бесплатного. Бесплатно только сыр-мышеловки. Поэтому... По этим показателям я могу сказать, что в Костанае намного лучше. Люди здесь другие. Люди здесь намного лучше. Я выехал на улицу Алтенцарина. Чуть раньше, потому что там, в улице, чуть-чуть много этих люков кривых. Сейчас на следующем перекрёстке постараюсь уехать налево. Это улица Алтенцарина, тоже одна из главных артерий. Сначала Каирбекова внизу, потом Алтенцарина и Байма Гамбетова. Эти улицы, вот... Одни из самых главных... А, с той стороны ещё есть улица Карбашева, да. А... Улица Назарбаева... Стоит плюсом, можно сказать. С другого конца города. Города. Это улица Алтенцарина. По этой улице... Находится центральный парк. С правой стороны. После Астанинских пробков в Костанай вообще на пробки смотришь как на... Ну, просто смотришь одним словом. До этого мне казалось, что в Костанай тоже пробки есть, но... После Астанинских пробок, после Алматинских... Здесь не пробки. Здесь просто постоишь пять-десять минут от силы и всё. Поедешь дальше. По своим делам. Сейчас мы уедем налево по улице Тавельсадык. И потом направо на улицу Абая. Ночью ездить по Костанай одно удовольствие. Машин нет. Мало в смысле. В этом году нам очень повезло. Мы приехали и... Основная часть дорог в городе Костанай отремонтирована. То есть... Везде новый асфальт. Машина просто плывёт, можно сказать. А это... С правой стороны сейчас покажу... Торговый центр Март. Один из первых торговых центров в городе Костанай. Когда приехали только... Переехали сюда только. В основном только и сюда приезжали. Клаза тогда только-только вот... Только-только открывался. Кстати, здесь очень много гаишников. Ловит на дороге. Людей. Особенности автомобилистов. Очень много. В том же в Астане, например... За год меня ни разу не остановили. Здесь тоже пока не остановили. Но я очень много вижу, как в день... Не знаю... 15-20 раз я за день могу увидеть, как... Кого-то останавливает. А в Астане... Такое редко увидишь. Ну там всё на камерах, поэтому... Слева это у нас ЦУМ. ЦУМ. Посередине сквер. Где молодёжь сидит, отдыхает. А это справа получается... Март. Март. Торговый дом Март. Вот так, в общем... В этот раз я хочу здесь остаться... Постараться... Уже здесь спустить корни, как говорится... Потому что... Мне здесь очень комфортно. Я чувствую себя здесь, как рыба в воде. Мой 0,8 регион... Иногда люди видят... Останавливают... Ну, когда стою... Подходят... Озёма... Там... Или говорят... Я с Ченкента... Или ещё что-то... То есть... Узнают мой 0,8 регион... Сейчас я езжу... И езжу на... 0,8 регионе... В номер 0,8 регион... А здесь... Восьмой... А десятый регион... Покупка... Сейчас выезжаем на улицу Абая... И... Доедем... Доедем до начала улиц... И на этом можно видео заканчивать... Жду от вас комментариев... Что думаете... Про то, что я говорю... Про город Костанай... Напишите ваше мнение... Будет интересно... Постараюсь... Такой же ролик... Снять днем... Днем... Показать этот город... Чтобы вы... Видели его... Во всей красе... В Астане... Год прожили... Получается... Астана... Как город... Он классный... Я как будто... За границей пожил... Немного... Ну... Не думайте... Что я перехваливаю... Но... Действительно... В Астане... Очень красиво... Именно... Архитектура Астаны... Она очень классная... Там везде... Ощущается... Новизна... Понимаете... Все новое... Дома новые... Улицы... Все новые... То есть... Город новый... И это... Ощущается... Везде... Везде стройка... То есть... Город... Целитарство... Если бы... Не люди... Которые... Делают из астаны деревню... Я бы там остался... Если бы не пробки... Может быть... Но... С возрастом хочется... Немного покоя... И этот покой... есть в городе Коста-Найфе так что пока мы здесь будем здесь жить скоро здесь построят два микрорайона микрорайона Астана и Байти-рек и эти микрорайоны будут очень красивыми там учтены все ошибки, которые есть в Астане все технологичные, все современные с большим парком, недавно была презентация был концерт 24-го, Ирина Кайратовна и на зима выступали мне очень понравился так что здесь будет не хуже, чем в Астане здесь за город только выезжаешь через 10 минут уже начинаются леса лесные поляна, сосновый бар сосновый бор, там в общем все есть единственное, чего здесь нету так это гор, горы, а так все есть и озеро есть, в сосновом бару есть озеро с соленой водой представляете, там санаторий, все дела вот мы едем по улице Абая подъезжаем, проезжаем улицу Хакимжанова Русские субъекисты, Унатолио Макеев по рекламу Кейсу в общем вот такие вот пироги как говорится уважаемые подписчики если есть что добавить или если есть какие-нибудь пожелания чтобы я показал снял про это видео можете написать в комментариях постараюсь снять про это видео слева у нас торговый дом емшан мы едем дальше по этой трассе если прямо не ехать до конца можно доехать до Рудного город Рудный как-нибудь туда тоже съезжу тоже сниму этот маленький городок подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте отправляйте всем кому интересен город Костанай да город маленький но удаленький как говорится в городе заработок не хуже чем в Астане поэтому если вам нравится приезжайте переезжайте сюда сразу ощутите разницу менталитета разницу с севера и юга сразу эту разницу вы почувствуете с первых дней с первых часов я подъезжаю к своему дому это у нас улица воинов-интернационалистов буду рад каждому лайку комментарии так что пишите ваше мнение не стесняйтесь и всем до новых встреч кто-то